Дорогие друзья, всем привет! Так как большинство начинающих фотограф очень сильно боятся снимать свои первые выездные регистрации, и у них очень много довольно одинаковых вопросов на эту тему, то вот второе видео по съемке выездной регистрации. Ссылка на первое видео и похожие видео по съемке свадьбы будет в описании. Итак, схема абсолютно любой выездной регистрации всегда одинакова, просто может быть обернута в разную форму. Но последовательность действий и схема всегда одна и та же, и поэтому снимать выездные регистрации очень легко. На любой выездной регистрации есть место, где будут стоять наши молодожены. Как оно может выглядеть абсолютно по-разному, это может быть небольшие конструкции арки, либо специальные помещения, либо на фоне гор, либо вообще на полянке, не принципиально. Важно лишь то, что при организации выездной регистрации обязательно у фотографа должна быть возможность и спокойно перемещаться за этим местом, за аркой, и чтобы фотографировать с той стороны. Также у нас есть места для гостей, они могут стоять, либо сидеть, либо еще как-то быть расположены, в зависимости от идеи организатора, но по-хорошему, чтобы они не стояли, потому что чаще всего это получается ощущение какого-то столпотворения, и очень тяжело работать в таких условиях. У нас есть дорожка, по которой все будут выходить, как правило, там выходят и подружки, и друзья жениха, там же выходят и молодожены. Еще у нас есть место, где будет стоять регистратор, где будут одевать кольца, и место, откуда у нас будут появляться, в общем-то, сами молодожены, чтобы заранее это тоже нужно знать. Несмотря на то, что все очень просто и всегда предсказуемо, обязательно всегда подходите к организатору и спрашивайте, какой будет план действий, и будет ли что-то у нас необычное не по сценарию. Дело в том, что далеко не все молодожены хотят стандартной выездной регистрации, хотят какие-то вот эти обычные скучные речи, а многим молодоженам хочется не то, чтобы все плакали на их регистрации, а как-то либо развеселить, либо удивить, либо что-то сделать еще, и сейчас это все чаще и чаще встречается, и вы должны быть готовы. Вполне возможно, что у нас невеста в самый решающий момент бросит микрофон и убежит, а потом как-нибудь красиво появится, чтобы всех удивить. Либо появляются какие-то агрессивные люди, которые начинают ненадолго создавать суматоху, чтобы тоже всех как-то взбодрить немножечко. То есть вариантов может быть очень много. Может быть, жених у нас приедет на лошади, и мы должны знать, что нужно быть готовым снять этот момент более тщательно, когда он у нас подъезжает, как он слазит с коня и прочее. Поэтому в любом случае, если у вас нет некой репетиции выездной регистрации, обязательно подходите к организатору и спрашивайте, что зачем будет, и какие нестандартные моменты. Мы приезжаем на выездную регистрацию, разумеется, пораньше, снимаем декор, оформление, снимаем в целом эту сцену, и мы снимаем, как приходят гости, репортаж, чем они занимаются. Как правило, на выездных регистрациях устраивают какую-то welcome-зону, какие-то коктейли, либо работают там фокусники, аниматоры или кто-то еще. По-хорошему, там очень много моментов для хорошего, интересного репортажа, и на самом деле это очень ценные кадры для ребят. Когда начинается выездная регистрация, мы занимаем позицию номер один. То есть мы находимся за аркой, и можем смещаться вправо-влево, там по всему периметру. Это очень удобная позиция, так как мы одновременно видим и лица сидящих гостей, можем разное их фотографировать, и мы будем видеть, как у нас выходят, как правило, подружки-невесты, друзья-жениха, а потом и сам жених у нас идет. И с этой позиции все эти действия очень удобно фотографировать, видны все лица, все эмоции. Хорошему иметь связку из двух фотоаппаратов, это широкий угол, что-нибудь там порядка 24 или хотя бы 35, и какой-нибудь длиннофокусный, 85, а еще лучше 135 для крупных планов. Если вы знаете, что организатор сейчас что-то будет рассказывать о женихе, то можно сместиться на позицию номер два и снять одиноко стоящего у арки жениха, снять общий и крупный план, как жених стоит, волнуется и ждет свою невесту. В серии смотрится хорошо. Начало выхода невесты я снимаю также с позиции номер один. Часть кадра у меня там создается плечом жениха, там частью его головы, это передний такой размытый план, и сквозь это я снимаю, как невеста с папой выходит, где-то там еще вдалеке начинает подходить. После этого я буду смещаться на третью или четвертую позицию. Здесь все находится от ситуации, во-первых, с какой позиции будет более выгодный фон, и также равнозначно здесь освещение. То есть если у нас освещение сейчас находится вот с третьей позиции, со стороны этой баньки, в идеале мне снимать людей с теневой стороны, то есть с четвертой позиции. Потому что всегда выгоднее получаются фотографии, когда мы снимали людей с теневой стороны. Но здесь это получается не очень, потому что в кадр попадала эта баня на фотографии, это было бы некрасиво. Поэтому здесь в ущерб свету снимал, перемещался иногда на третью позицию, чтобы был более приятный фон. Смещаться нужно для того, чтобы, во-первых, разнообразить съемку и заснять момент подхода папы с невестой к жениху. То есть если вы будете стоять, останетесь на первой позиции, вы не заснимете нормально вот момент, как он вкладывает руку дочери и прочее. Если вы будете на позиции 2, то тоже это не выгодится. Поэтому особой суеты нет. Мы начинаем с позиции 1. Если мы знали, что сейчас будет длинная речь о женихе, сбегали на позицию 2, сняли одинокого жениха, вернулись на позицию 1. И чем ближе у нас невеста к жениху, тем ближе мы смещаемся к третьей или четвертой позиции, чтобы заснять момент, как они подходят друг к другу и как они друг на друга смотрят. Ну а дальше все довольно просто. Мы смещаемся сейчас на позицию номер 2, чтобы заснять, как ребята стоят, как смотрят друг на друга. Если мы знаем, что у нас будет клятва, у нас есть довольно много времени походить вокруг всей сцены, чтобы поснимать крупные лица жениха, крупные лица невесты, как они, их не эмоции, когда они что-то говорят, поснимать опять с позиции номер 1 всех родителей и гостей, как они на них смотрят, как они плачут и переживают. Друзья, у вас в жизни постоит первая выездная регистрация. Вы, разумеется, приезжаете туда заранее, снимаете общие планы, снимаете декоры, оформления, пока еще нет никаких людей. Потом начинают приходить люди и вы снимаете живой репортаж. Раллельно с этим нам необходимо определиться с рабочим полукругом, так скажем. То есть, если позиция 1 и 2 определена и от нас особо уже не зависит, если арка уже расположена, то нам остается определить, какая будет рабочая позиция 3 или 4. То есть, это определяется в зависимости от того, что если я сейчас буду снимать с четвертой позиции, у меня большая вероятность, что будет баня попадать на заднем плане, и это некрасиво. Если у нас фон равнозначный, то определяем позицию в зависимости от освещения. Нам в идеале находиться с более теневой стороны относительно света. Тогда фотографии будут выразительнее. Если на выездной регистрации есть еще оператор, принципиально важно обсудить план действий вместе с операторами. То есть, вы с оператором создаете некий такой полукруг, как вы будете перемещаться на этой выездной регистрации. То есть, полукруг может быть по позициям 1, 3, 2 с той стороны, либо это может быть полукруг 1, 4, 2 с другой стороны. И вы уже свободно перемещаетесь. То есть, вы всегда будете перемещаться по этому полукругу, и на дальнем плане вы не будете ему попадаться. То есть, не будет такого, что вы сейчас стоите на третьей позиции, а он на четвертой, и вы друг друга в кадре делаете, что попало. Поэтому обязательно обсудите план действий. Он практически всегда будет одинаковый. Все перемещения будут одинаковые. Единственное, что вам нужно заранее согласовать, какой позиции вы будете пользоваться, третий или четвертый. Если вы работаете в паре со вторым фотографом, а если оператор работает в паре со вторым, там, или с третьим, с четвертым оператором, практически всегда, когда вы работаете в паре, расположение одинаково. Менее опытного фотографа вашего напарника ставят на позицию номер 2. Его задача постоянно, беспрерывно снимать, молодожен, как они стоят, их не эмоции, какие-то улыбки снимать, если рядышком есть подружки и жениха, и невесты. И также он снимет более крупные планы, как у нас подходят ко всей нашей сцене жених, как у нас подходит папа с невестой и прочее. Опять же, если мы решили, что у нас рабочая позиция 3, то второй фотограф у вас может находиться на позиции 2 и иметь возможность немного смещаться в сторону 3, но никогда не смещаться в сторону 4, потому что, возможно, будет оператор, он ему помешает. И если мы определили, что у нас рабочая позиция номер 3, то более опытный основной фотограф, скорее всего, это вы будете, перемещается у нас по дуге от 1 до 3. То есть он не перемещается в сторону 4, чтобы не залезть случайно в кадр оператору либо к своему второму фотографу, и он спокойно перемещается по дуге от 1 до 3, он снимает лица эмоции, ловит эмоции всех гостей и имеет возможность перемещаться, чтобы снять по другим углам молодожо. На этой свадьбе я работал как единственный фотограф, у Дэна были немножко другие задачи, он снимал кое-что другое, поэтому я более свободно перемещался, не боясь попасть ему в кадр. Определиться с рабочей зоной. И принципиально важно, если вы работаете в связке с оператором, если вы работаете в паре, особенно если вы в паре, если у вас 2 фотографа и там 2-3 оператора, то здесь принципиально важно обсудить все зоны и двигаться строго по зонам, чтобы никому не перемещаться. И также желательно, если вы начинающий фотограф и у вас первая выездная регистрация, также приедете и определите для себя выгодный полукруг. И в самом начале, когда волнение, ответственность, все эти ключевые моменты, одевание колец и прочее, чтобы вы понимали, чтобы у вас меньше было хаоса и хаотичных движений, чтобы вы понимали, что вот есть рабочий полукруг, он самый выгодный относительно фона, относительно света. В половину меньше ненужных движений у вас будет, если бы вы бегали по кругу хаотично. И безумно важно, ребят, для съемки выездной регистрации необходимо иметь длиннофокусный объектив. Фотограф, оператор могут свободно перемещаться по зонам вокруг, но ни в коем случае не заходить в центр нашей сцены. Это реальный косяк, непрофессионализм и вообще просто отвратительно, когда фотографы или чаще всего операторы заходят, подходят очень близко к молодожон, чтобы зачем-то снять крупные планы, одевание колец, еще хуже они снимают, зачем-то роспись крупным планом. У нас сидят гости и вместо молодожона они видят огромную жопу оператора, который нагнулся, там торчат трусы и он снимает, согнувшись три по гибели, как ребята расписываются. Ни при каких обстоятельствах никогда мы не подходим, не заходим во внутривыездную регистрацию. Мы двигаемся по окружности вокруг нее. Клятвы, поцелуи, одевание колец и росписи мы снимаем с дальнего радиуса на длиннофокусный объектив. Если у вас какая-то дичайшая потребность, это часто у операторов необъяснимая потребность, крупность, снять огромный палец, как на него одевается огромное кольцо, либо во весь экран зачем-то снимать росписи, это всегда снимается отдельно. Если вы хотите крупно снять момент для выездной регистрации, как одеваются пальцы, после выездной регистрации, когда там прошла фотосессия и прочее, подошли с ребятами карочки, если нужно, чтобы она была на заднем плане, и крупно сняли, как они одевают кольца. Но ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни в ЗАГСе, ни на выездной регистрации нашу жопу никто из гостей видеть не должен. Мы всегда находимся по периметру. Это очень важно, и если вы работаете в небольших городах, это еще будет там не так критично. Если вы хотите выйти на серьезных организаторов, на серьезные свадьбы, вас никогда не будут звать. Один раз подойдете на выездной регистрации, покажете свою жопу всем гостям и снимете колечки, и больше никогда организатор вас не позовет, не будет с вами работать. Ну и еще буквально пару моментов, которые часто всплывают. когда жених одевает кольцо невесты, очень часто ребята, неважно, в ЗАГСе, на выездной регистрации, все, он одел кольцо невесты, и фотограф опускает камеру, мол, все, ответственную часть заснял. И часто происходит момент, что после того, как он одел, он целует ей руку, а вы опустили камеру и не успеваете это заснять. Поэтому всегда держите в голове, что когда происходит момент одевания колец, жених, большая вероятность, что он поцелует руку, либо какую-то эмоцию выдаст, еще прочее. А после того, когда девочка одела кольцо жениху, большая вероятность, что ведущий, там, неважно, выездная регистрация или обычная в ЗАГСе, скажет слова, что теперь вы можете поздравить друг друга и поцелуйтесь, и момент поцелуя тоже можно заснять. Особенно, если вы снимаете в ЗАГСе, это, скорее всего, будет единственный момент, когда ребята целуются в ЗАГСе и тоже желательно не промотать. Если на выездной регистрации, как правило, работу с молодоженами проводит организатор и все им рассказывает, что просписывались медленно, одевали кольца медленно и прочее, то при съемке в ЗАГСе обязательно не забудьте подойти к ребятам и напомнить, чтобы они все делали очень медленно. Если роспись у ребят короткая, попросите, чтобы они аккуратно, долго выводили. Если кольцо оделось легко, попросите, чтобы он там немножечко его покрутил, хотя бы 2 секунды и убедился, что все точно налезло якобы, для того, чтобы у вас была возможность нормально все снять. Большая вероятность, что ребята от волнения это забудут, но если не забудут, у вас будет больше разнообразия, больше времени, все нормально, качественно снять и интересно. И последний момент, который бы хотелось сказать, это момент поздравлений. На самом деле, многие начинающие ребята его недооценивают и часто вообще чуть ли даже вообще не снимают и часто бывает, что они вообще его не снимают, мол, это не важно, а мы снимаем только красивые картинки вот этих всей постановки, но момент поздравлений и обниманий в большинстве случаев для большинства свадеб, если это не детская свадьба ради понта, а нормальная осознанная свадьба, именно поздравления, именно обнимания близких людей и прочее, их не эмоции живые, настоящие, когда они подходят к молодоженам, это важнейшая часть. Если вы сами уже женаты, неважно в ЗАГСе или в выездная регистрация, то почти я практически уверен, что фотографии, где вы стоите, вы так по несколько секунд смотрите и проматываете, а фотографии, когда к вам подходят ваши братья, сестры, близкие, друзья, одноклассники обнимают, прижимают вас и прочее, всякий спектр эмоций, вот их вы смотрите намного дольше. Поздравления снимать обязательно много, и здесь очень важно до момента поздравлений, до того, как первые родители пойдут подходить к нашим ребятам, неважно, ЗАГС, если выездная регистрация, оказаться за спиной молодожен. Если это выездная регистрация, то здесь все проще, хороший организатор всегда это знает, понимает, всегда есть возможность оказаться за ребятами. Если это ЗАГС, в ЗАГСах, как правило, участвуют не всегда адекватные работники, они очень из напыщенной важности и считают, что фотограф вообще не имеет права перемещаться по ЗАГСу и прочее. По-хорошему, в самом начале, когда вы зашли, спросить, а могу ли я переместиться за спину ребят в самом конце, когда уже вам мешать не буду, когда пойдут родители их поздравлять. Чаще всего, если вы нормально попросите, в большинстве случаев вам разрешат. Но мы должны изо всех сил постараться оказаться за спиной молодожен до того, как пойдут родители и уже из-за спины снимать, как они подходят, как мама на ходу там плачет, прячет глаза, папа вытирает слезы и прочее. Момент подхода уже эмоционален и момент обнимания тоже очень важный. Нельзя и бессмысленно снимать момент поздравлений спереди молодожен, когда вы снимаете спины людей и постоянно только лица молодожен и лица молодожен. Мы всегда находимся сзади, здесь преимущество у фотоаппаратов с откидным экранчиком, мы можем немножечко сверху снимать, и это больше нам дает возможностей. И какое интересное наблюдение, момент, не знаю, с чем это связано, но каждый раз, на каждой регистрации это всегда подтверждается. когда люди подходят к молодоженам, когда люди подходят к молодоженам обнимать их, не знаю, с чем это связано, подавляющее большинство людей, если не было никаких помех, обнимают так, что они прижимаются к правому плечу молодожен. С чем это связано, не знаю, но из 10, там 7, 8 пар именно справа прижимаются к молодожен. То есть, когда вы стоите за женихом либо за невестой, снимаете, как к ним подходят, стойте сзади и немножечко справа, тогда лиц поздравляющих людей у вас будет намного больше. Если вы будете находиться слева по левую плечу за молодоженами, то значительная часть кадров у вас будет, что люди находятся за головой молодожен. И вот здесь наглядно видно, что чаще всего люди обнимая прижимаются к правому, не к левому плечу, это более выгодная позиция. И еще одно интересное наблюдение, если человек подошел к первому из молодожен, обнял его и был ближе к левому плечу, то практически 100%, что сейчас, когда он будет обнимать второго молодожена, он также обнимет его с левой стороны. И если на первом молодожене у вас не получилось этого поздравляющего заснять, так как он был за головой жениха, то сейчас вы можете снять, как он обнимает невесту, и он там почти 100% будет также слева, и вы уже знаете, где его ловить и больше шансов его поймать. А разумеется, нужно быть готовым, чтобы вы далеко не всегда сработает фокус, не всегда попадете там на резкость, не всегда будет удачная эмоция, но снимать нужно и выбирать как можно больше удачных рак моментов. Итак, друзья, итог. Если у вас предстоит первая выездная регистрация и вы очень волнуетесь, главная задача у нас не накосячить и заснять все важные моменты, поэтому давайте еще раз повторим, а с опытом вы уже будете сами там импровизировать и по-другому снимать. Но мы приезжаем на локацию, не забываем спросить у организатора, какой будет порядок действия и узнать, будут ли какие-то нестандартные ситуации. И определяем для себя, у нас есть первая зона, вторая зона от нас не зависит и мы определяем более выгодную, третью или четвертую. Если есть оператор, мы с ними вместе общаемся, узнаем, как они будут двигаться. Если вы не знаете, как и понимаете, что оператор более опытный, узнайте, как он будет двигаться, он все равно выберет более удачный ракурс, если у вас опыта не позволяет. И в общем-то вы создаете с оператором либо один свой полукруг, либо 1-3-2, либо 1-4-2 в зависимости от ситуации. И после этого все легко. И допустим, мы выбрали, что мы будем двигаться по полукругу 1-3-2. Итак, у нас все начинается, началась речь о регистраторе, мы занимаем позицию 1, мы снимаем всех сидящих людей, как они волнуются, что они делают, улыбаются и прочее. С этой же позиции номер 1 мы снимаем, как у нас выходят подружки невесты, как у нас выходят друзья жениха. С этой же позиции мы снимаем, как у нас идет жених и весь его путь. Мы все так же можем снять с позиции номер 1 и иногда немножечко смещаясь в сторону третьей там позиции, если нужно. После этого можно сбегать на позицию 2, чтобы снять арку с одним женихом, но это не обязательно, если волнуетесь, можете лишней суеты не делать. Далее у нас папа выводит невесту. Также начинаем снимать с позиции номер 1, но чем ближе у нас невеста к жениху, тем ближе мы к позиции номер 3 потихонечку смещаемся. Это не просто разнообразие нашей фотографии, это дает возможность хорошо снять момент, как невеста подходит к жениху и как папа передает и все, что там происходит. После этого мы с ними смещаемся на позицию номер 2, делаем планы, как ребята стоят, что там происходит. Если у нас будет клятва, то у нас есть возможность вернуться на позицию 1 и снять, как лица родителей, как они сидят, как они переживают, плачут, и снять более крупно планы молодожен. Если у нас нет клятвы, а сразу одевание колец, то мы остаемся на второй позиции, а со второй позиции снимаем на длинном фокусе, как ребята одевают кольца, как расписываются, как целуются, может быть там какой-нибудь песочной церемонии или что-то еще. Мы смещаемся на позицию 1 и оттуда уже снимаем эмоции гостей. Гости очень важны, кадров с гостями должно быть не меньше, поэтому когда мы сняли все ключевые моменты, это как невеста идет с папой, как папа передает невесту жениху, как ребята одевают кольца, как ребята расписываются, как ребята целуются. Это ключевые моменты, которые нельзя промотать. Ну и также помним, что когда жених одевает кольцо, большая вероятность, что он поцелует ручку невесты, и помним, что когда невеста одела кольцо, скорее всего ведущие скажут, что сейчас вы можете поцеловаться, и тоже поцелуй в арочке надо не промотать. Когда мы все это засняли, у нас уже много фотографий ребят, и мы больше упор делаем на эмоции гостей. Потом у нас начинаются поздравления, мы должны оказаться за спиной ребят, ну и здесь мы помним, что выигрышная позиция, это находиться сзади, и чуть правей, а не левей. Большинство людей будут обнимать и прижиматься чаще к правому плечу, чем к левому, и больше лиц вы так снимите. А когда уже начинается суматоха, когда уже пошли поздравлять все гости и прочее, здесь уже ничего страшного, что вы будете заходить вовнутрь церемонии, выездной регистрации, тут уже все, тут надо больше ловить моментов. Но до момента поздравлений мы двигаемся только по полукругу, по радиусу, не входим вовнутрь церемонии, не снимаем крупные планы, нагнувшись там, показав жопу всем гостям, мы находимся по радиусу и снимаем длинным фокусом, если надо, крупные планы. Ссылка на мои видео с реальных свадеб будет в описании, надеюсь, было полезно, пишите, задавайте вопросы.